Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя Киарио. Во время задержания он ударил сотрудника ДПС. Напомним, на улице Горького полицейские при помощи активистов ночного патруля задержали мужчину с признаками опьянения. Из машины выходить он не хотел, несмотря на все уговоры инспекторов. Какое теперь может понести он наказание, узнаете в сюжете. Активисты ночного патруля замесили черный Киарио, который на перекрестке улиц Горького и Некрасова уперся в сугроб. Вскоре водитель поехал и его задержал наряд ДПС. На всякий случай на помощь приехали и сотрудники ППС. Полицейские попросили у Сергея водительское удостоверение. Тот признался, что на права не сдавал, но они у него есть. Купил, х**. Купил просто водительское удостоверение. Давайте посмотрим. Вы что, чем вы тут занимаетесь, х**, пацаны? Работаем. Вам зачем это, ну, х**? Вы зачем работаете? За 300 тысяч? Свои якобы купленные права Сергей так и не нашел. Предложил инспекторам кое-что другое. А вот, смотрите, у меня вот есть глобус, русская карта, надо вам. Ладно, давайте, выходите из автомашины. На каком основании я должен выходить из автомашины? Ну, мы сейчас поможем тогда, если не будете выходить. Полицейские объяснили ему, признаки опьянения налицо. Прав нет, а значит, выйти из авто придется. Пассажир с заднего сидения подсказывал водителю сдаться. Первый сдайся, и все. Все уже было. Сергей. Он что, вы сказали вам найти его. Сергей, выходите. Несколько предупреждений о применении силы на Сергея не подействовали. И тогда мужчина решил исполнить роль неподатливой репки из одноименной сказки. Во время вытягивания Сергей несколько раз ударил по руке инспектора. Понял, что доигрался до уголовной статьи и решил все-таки выйти. Водитель отказался от экспертизы. На него составили материалы по административной статье. А позже с задержанным познакомились и сотрудники Следственного комитета. Они возбудили уголовное дело по 318 статье. Применение насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание за это – лишение свободы на срок до 5 лет. Сергей Пичугин. Место происшествия.